МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева. И сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте. Радостное и долгожданное событие для 14 семей Янаульского района вручение жилищных сертификатов прошло в администрации района в четверг 10 сентября. Меры государственной поддержки оказаны семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий путем погашения ипотечного жилищного кредита. Максимальная сумма сертификата составила 360 тысяч рублей. Также в этот день глава администрации района Ильшат Вазегатов вручил ключи от однокомнатной квартиры жительнице Янаула, страдающей тяжелой формой хронического заболевания. Всего с 2012 по 2020 год по республиканской программе развития строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан улучшили свои жилищные условия 220 молодых семей на общую сумму 56 миллионов 276 тысяч рублей. Сегодня мы вручили сертификаты 14 семьям, которые у нас участвовали в рамках государственной программы развития строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан. Общая сумма социальной выплаты составила более 4 миллионов. Всего за период с 2012 года у нас получили социальные выплаты в рамках данной программы более 200 семей на сумму более 50 миллионов. Кроме того, сегодня мы также вручили ключи от однокомнатной квартиры инвалидов, страдающих тяжелой формой хронического заболевания. Данная мера государственной поддержки реализуется в рамках закона Республики Башкортостан о осуществлении государственной полномочии по обеспечению жильем детей инвалидов. Сегодняшнее вручение является своеобразным заключительным этапом, потому что эта программа завершила свое действие. И уже на сегодняшний день у нас работает только государственная программа обеспечения жильем молодых семей. Уборочная страда в нашем районе подходит к концу, и пока позволяет погоду, аграрии стараются убрать оставшиеся площади. Всего обмолочено 93% гектаров озимых иеровых культур. Средняя урожайность – 20 центнеров с гектара. Собрали более 44 тысяч тонн зерна. Полным ходом в сельскохозяйственном кооперативе «Колхоз Восток» идет уборка кукурузы. В этом году в хозяйстве посадили ранние сорта кукурузы. Теплое лето благоприятствовало ее росту. И в начале недели приступили к уборке. Всего предстоит обработать 190 гектаров площадей. Ежедневно два кромоуборочных комбайна осваивают 40-50 гектаров. Уже более 30 лет комбайнером работает Альфид Шаракисламов. Признается, что сейчас работать легче. Раньше техника часто ломалась, много времени уходило на ее ремонт. Родился здесь, до армии начал работать. После армии на ферме работал, потом на тракторе. С трактора, когда весенний сезон на тракторе, летом, когда сынаш, силос на комбайне работал. Сейчас работаю. Потом трактор списали, Беларусь. Сейчас сила закончим, в Беларуси она начала работать. На комбайне я почти 30 лет работаю. Начал на КСК-100. На двух работал. Потом этот комбайн я сам пригнал из Уфы. Ну, что сказать. Комбайн мощный, девятель. Хорошая и тянет. И производительная большая тема, как КСК-100. Сейчас, если посмотреть, то техника новая пошла. С этими, как его, с блоком управления, с компьютерами. Посложнее стало. Раньше, как работали, молоток до зубилы, говорили. Так работали. А сейчас не так. Сейчас надо головой работать. Вот, у меня вот сынок тоже учится в Северной Академии Нижевской. Говорю, учись получше. Сейчас ведь вся техника пойдет такая же. С компьютером. Может, вообще, за какой-то роллем не будет сидеть уже. Там дома будет сидеть компьютер. Да, будет работать. Ну, по сравнению с прошлыми годами, лучше стало лучше. С техникой особенно легче стало работать. Ну, там, самый хороший, это если кондиционер есть. Вот у меня есть, нормально работает. Не устаешь. Ни пыли нет, ни грязи нет. Вот так. Раньше приходили с работой, как чумазые. А сейчас нет такого. Нормально. Активно идет работа не только на полях, но и на зернотоки. К 6 августа в хозяйстве убрали все зерновые. Сейчас идет очистка, сортировка и калибровка будущего посадочного материала. Также в хозяйстве заложились и наши упаковки. Убрали 250 гектаров многолетних трав. Нынешняя уборка началась сначала очень тяжело. Были дождей. Сначала не поспевало. Потом погода, дай бог, дала. Очень благоприятно было. У нас зерновые нынче занимало 1800 гектаров. Благо, уборке очень помогла техника, которую к нам купили через лизинг на общую сумму. Техники только нынче было куплено на 26 миллионов. Вот еще одна техника к СУ. Самоходная косилка должна прийти на днях, на недели. Но это уже на следующий год планы. Вот пришли два. Вот комбайн пришел, кировец. Зяг идет своим ходом. Вот своим ходом. Где-то порядка 500-600 гектаров всего осталось. Вот под кукурузой. Параллельно идет прессование соломы. Два пресса, два импортных пресса прессуют. Параллельно два трактора Куна и один подвозчик возят эти соломы. И параллельно закладывали сенаж в упаковке. Второй укос. В целом урожайность в этом году очень хорошая, нормальная. Погода позволила и зерновым, но надо заниматься удобрениями. Поля, где внесли сложные удобрения, на порядок дали больше урожай. Вот планы в следующий год. Почти два раза надо увеличить именно сложные удобрения. Вот мы это нынче очень наглядно показала по урожайности поля. Именно те, где вас внесли, те больше 25-ти лет не равновало. А те, что не внесли, 18-17. Реконструкция фермы идет. Сегодняшний день заканчивается. По плану 15-20 числах. Мы загоняем на летние и зимние содержания скотину. Крупный рогатый скот. На стадии завершения этой реконструкции. Вот она порядка 6 миллионов туда вложена. Вот на днях подрядчикам договор заключен. Начинаем строительство ангара для хранения вот этой купленной техники. Подрядчикам заключен договор с окончанием до 1 декабря. Ангар будет 15 на 70 метров. Высотой 6 метров. Вот полностью вся техника должна на зимнее хранение туда уйти. В настоящее время продолжается прессование соломы и закладка кукурузы на силос. Зеленую измельченную массу консервируют на зиму. Благодаря этой технологии силос сохраняет большое количество микроэлементов. И обязательно входит в рацион скота. При закладке зеленой массы в силосные ямы ее специально уплотняют, чтобы удалить лишний воздух. Таким образом слой за слоем заполняют хранилище. По словам аграриев, хотя уборочная страда еще не завершена, уже можно подвести первые итоги. В целом они положительные. Количество и качество урожая удовлетворительны. И кормов должно хватить для зимовья скота. А их в хозяйстве немало. Более полутора тысяч коров и лошадей. Покупка новой техники, современные технологии выращивания и уборки культур, а также большой вклад каждого работника в общее дело приносят свои плоды. Гульнара Ситти, Каванил Сафид, Служба новостей, Янаульское телевидение. Очередной инвестиционный час прошел в администрации района 10 сентября. На встречу с главой администрации района и его заместителями, представителями различных ведомств пришли индивидуальные предприниматели нашего города с вопросом газификации объектов недвижимости. Также на встрече присутствовали представители организации «Газпромраспределение УФА». Участники встречи обсудили проблемные моменты, возникшие при реализации проекта и способы их решения. Озвучили необходимые дальнейшие шаги. В продолжении встречи были озвучены этапы реализации инвестпроектов, рассмотренных на предыдущих предпринимательских часах. В 2018 году нас, пятеро предпринимателей, решило провести газификацию для целей предпринимательства, для производственных целей. Это объекты, которые находятся на улицах Обезная 5 и Обезная 7. В общем, по сегодняшний день мы не можем подключить газ, то есть воспользоваться отоплением через газификацию. Обратились за помощью к местной администрации. Вот сегодня состоится у нас комиссия совместно с Гассервисом Нистикамским. Мы надеемся, что эта проблема решится, и мы все-таки получим голубое топливо. Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане превысило 8131 человек. За сутки выявлено 30 новых случаев заражения. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в нашем районе. Подробнее о ней нам расскажет врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 10 сентября в Янаульском районе зарегистрировано 366 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Из них два пациента со средней степенью тяжести заболевания получают медицинскую помощь в инфекционном отделении Янаульской ЦРБ. Четыре пациента переведены в госпиталь города Нефтекамска, и в республиканские учреждения переведены два человека с диагнозом коронавирусной инфекции. 16 пациентов на сегодня находятся на амбулаторном лечении с легким течением этого заболевания. Выписано с выздоровлением 330 пациентов. Итого на данный момент в районе 24 пациента получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантин на 14 дней находятся 7 контактных лиц. За весь период зарегистрировано 49 семейных очагов, где заболели коронавирусной инфекцией 118 янаульцев. Все подразделения Янаульской ЦРБ продолжают работать в режиме повышенной готовности. Ведется плановая госпитализация пациентов в отделении с отрицательным мазком на COVID. Организована амбулаторно-поликлиническая помощь с разделением потоков пациентов. Ежедневно не менее 50 заборов мазков на COVID проводятся в поликлинике. За период с 3 по 10 сентября в районе выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 школьника и 1 учитель. Контактные дети отправлены на самоизоляцию. Необходимо в учреждениях образования строго проводить утренний фильтр с термометрией и не допускать на работу и на учебу людей с признаками респираторного заболевания. Также строго надо соблюдать кратность санации воздуха и проветривания помещений. Населению района рекомендуем продолжать соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, носить маски, соблюдать дистанцию. Будьте здоровы! Долгое время жители Орловского сельского поселения ждали ремонта моста через реку Буста в селе Орловка. Еще два года назад он был признан аварийным и с тех пор неоднократно звучали обращения в адрес управления дорожного хозяйства республики. В его ведении и находится мост. 9 сентября ремонтные работы начались. В настоящее время грейдеры и самосвалы строят объездную дорогу через реку. Мост в селе Орловка является аварийным. В случае его обрушения жители четырех населенных пунктов сельского поселения, это деревня Игровка, деревня Никольск, Емьеды и Петровка, не смогут посещать социальные объекты, которые у нас будут отрезаны, так как они находятся на улице центральной в селе Орловка. Также в учебное время по данному мосту школьный автобус совершает неоднократно ежедневно рейсы, возя детей в учебные учреждения. Данный мост является единственной дорогой для проезда в деревню Имьеды сельского поселения Орловского сельсовета. Поэтому, значит, зная данную проблему, мы с сентября 2019 года обращались неоднократно в управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан, также в Государственный комитет по дорожному хозяйству и транспорту Республики Башкортостан, так как данный мост на реке Бустав в селе Орловка находится в ведении управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Общими усилиями совместно с администрацией района, жителями сельского поселения Орловский сельсовет нам удалось достучаться до вышестоящих организаций, И в сентябре 2019 года, точнее 9 сентября, Янаульским ДРСУ АО «Башкоравтодор» были начаты работы по строительству обездной дороги через река Бустав в селе Орловка. Также, значит, нам уже известно, что тендер для ремонта, для строительства моста выиграла уфимская фирма «Уралдортранс». Представители данной фирмы были уже в администрации сельского поселения, мы с ними переговорили, находимся в тесном контакте, обмениваемся информацией ежедневно. Они нам сообщили, что уже готовится проект, потом будет дальнейшая госэкспертиза. Естественно, данные работы, они требуют времени, но мы надеемся, что в скором времени в селе Орловка будет новый мост через реку Буста. А пока, значит, мы будем пользоваться обездной дорогой, и данный мост аварийный будет перекрыт для того, чтобы не произошло ЧП. 13 сентября в нашем районе пройдет единый день выборов. Янаульцев ожидают выборы депутатов в Совет района 5-го созыва, в Совет городского поселения 5-го созыва, в Дополнительный в Совет сельского поселения Истякский сельсовет 28-го созыва, по Истякскому одномандатному избирательному округу номер 7. Для участия в выборах зарегистрировался 101 кандидат, в том числе 54 кандидатов в депутаты Совет муниципального района Янаульский район, 45 кандидатов в депутаты Совета городского поселения и 2 кандидатов в депутаты Совета сельского поселения Истякский сельсовет. На нашем участке 3405, всего 1465 избирателей. В данный момент у нас идет подготовка к дню голосования, и у нас 5 человек проголосовали досрочно. Также есть желающие проголосовать вне помещения, пока у нас составляются списки. А в данный момент подготовка к помещению. Приглашаем всех наших избирателей прийти 13 сентября на избирательные участки и сделать свой выбор. Найти занятие по душе своему ребенку мечтает каждый родитель. В среду 9 сентября им представилась такая возможность. Во всех учреждениях дополнительного образования прошли дни открытых дверей. Какую смену очередь? Первая. Вот отлично. Ежегодная районная акция «Приведи ребенка в мир творчества и спорта» прошла в этом году в непривычном формате. Если раньше все учреждения презентовали себя на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность», на этот раз гостей здесь встречали только тренеры. Настольные игры, баскетбол, футбол, волейбол, восточные виды единоборств «Выбирай на вкус» пополнит этот список и новый вид спорта. В нашем учреждении культивируется 14 видов спорта. И один из них сегодня в этом году вводим новый вид спорта – это стрельба из традиционного лука. Тренер у нас был в штате уже, имелся специалист по стрельбе из лука, кандидат на стера спорта по скиярду. Он молодой специалист. С нетерпением изобретателей, фантазеров и активистов ждали в станции юных техников. Ребята смогли познакомиться с педагогами и выбрать себе объединение по интересам. Нам рассказали про кружки. И куда ты захотел? На карте. Мы вообще знали, как устроена гоночная машина. В станции юных техников работает более 30 кружков, объединений по трем направленностям. Это художественная, техническая и естественно научная. Сегодня мы принимаем всех детей, родителей к себе в гости, наши двери. Сегодня и в последующие дни будут, конечно, для вас открыты. Поэтому вы можете записаться, уточнять время начала занятий и какие у нас есть объединения. Будем очень рады каждому и всем. Помимо того, что наши ребята занимаются в объединениях, они также участвуют в различных конкурсах. Поэтому это важная информация, наверное, больше для родителей. Участвуют в конкурсах как муниципальных, так и республиканских, ну и, конечно, российских. И даже бывают и международного уровня. У нас занимаются дети от 7 до 18 лет. Из расчета тех объединений, которые у нас есть, мы готовы принять где-то примерно 900 ребят. Праздничная атмосфера с утра царила и во Дворце молодежи. Записаться в активисты можно было прямо на улице. Хотите петь, танцевать или давно мечтали попробовать силы в актерском мастерстве, тогда вам точно сюда уверяют организаторы. В этом году мы начинаем набор молодежи. Дворец молодежи подразумевает именно работу с рабочей молодежью, с молодежью школьной, со студентами. И поэтому мы в этом году решили создать такие клубы по интересам. То есть это вокал, это театр, танцы, даже мини-футбол. У нас сами изъявили желание играть молодые специалисты различных организаций. Они будут собираться по вечерам после работы и играть в мини-футбол. Также хотелось бы привлечь молодые семьи. Потому что провести время вместе с семьей, это всегда, его не хватает, как правило. Мы вечно в своих каких-то делах. И побыть просто вместе не удается, не всегда. И Дворец молодежи, я думаю, послужил бы как раз тем местом, куда бы семья могла прийти вместе. И мы бы нашли для них занятие, как бы совместное занятие, и можно также отдельное занятие. То есть если мама занимается, допустим, танцами, то ребенка мы можем привлечь к кружку, рисованию, лепке. В этом году мы набираем группы в парные танцы. И смысл этих парных танцев, чтобы молодые люди, пара, женатые, неженатые, или может быть даже не молодые, приходили к нам и проводили время вдвоем. Могли прочувствовать друг друга, побыть вдвоем. То есть это такого рода реабилитация отношений, так скажем. То есть того, что нам немножко не хватает в бытовой нашей жизни, тут вот это будет такой кружок, где они смогут немножко уединиться. В таком плане. И еще в этом году у нас набирается новый набор патриотических клубов «Отец и сын» называется. То есть мы набираем группу, где будет участвовать и папа, и его сынок. Там прекрасный у нас руководитель, Якуб Азат Маратович, он научит и папу, и сына быть волевым, спортивным, сильным духом мужчины. Вместе с папой в дом пионеров и школьников сегодня пришла Алия Валиева. Для того, чтобы записать ребенка, необходимо заполнить заявление. Семилетняя гимназистка мечтает стать художницей. Увлечения поддерживают и родители. Часто рисую дома фломастерами, карандашами и акварелью. Когда вырасту, я буду художником-легончаром. Я люблю рисовать животных, цветочки и природу. Я сюда пришла, чтобы записаться с папой на рисовалку. Четыре направленности у нас остаются, как и в прошлом году. Это художественная направленность, естественно-ноучная, социально-педагогическая и туристно-кроеведческая направленность. Набор детей идет от 6 до 18 лет. Могут записаться на любые желающие. Педагоги наши постарались, чтобы организовать объединение таким образом по интересам детей. В этом году возобновляет у нас объединение «Юный гитарист» свою работу и «Юный химик». Новым направлением в этом году у нас стало объединение «Деловой этикет». «Деловой этикет» направлен на детей более старшего возраста, 16-17 лет детей, то есть это 10-11 класса, а с «Букообщением» у нас программа направлена на обучение детей начальной школы. Здесь цель этих программ – обучить детей деловой разговорной речи, артикету, деловому стилю. День открытых дверей прошел во всех учреждениях дополнительного образования. Но педагоги и тренеры подчеркивают, что всегда рады новым воспитанникам. Активная запись в объединение будет проходить на протяжении всего сентября. 11 сентября во всех уголках нашей республики отметили День национального костюма. Напомню, что с 2020 года День национального костюма проходит в республике два раза в год – в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. Накануне праздника дематическое мероприятие прошло в Межпоселенческом культурно-досуговом центре. Участие в нем приняли работники культуры со всего района. На втором этаже развернулась выставка. Рукодельницы провели небольшие мастер-классы по пошиву национальной одежды, рассказали о секретах декорирования элементов костюма, головных уборов, фартуков. У каждой народности свои особенности кроя, одежды, материалы, своя изюминка и неповторимый колорит. Узнать об особенностях традиционного одеяния народов, живущих на территории Янаульского района, смогли и приглашенные гости. Для них прошло познавательное дефиле в национальных костюмах. Костюм для каждого народа имеет особое значение. И мы, работники культуры, в преддверии этой даты присоединяемся к республиканской акции «Я люблю национальный костюм». Мы подготовили мастер-классы и дефиле в национальных костюмах. Сегодня представлены костюмы пяти национальностей – русский, башкирский, татарский, морийский, удмуртский. Также идет фотомарафон в социальной сети ВКонтакте под названием «Красота национального костюма». Все желающие могут присоединиться к нашему фотомарафону. В преддверии праздника в нашей республике также запустили флешмоб «Мой национальный костюм». О том, как отметили этот день библиотекари, далее в нашем эфире. Праздник в республике утвержден не так давно. Национальный костюм – важная часть истории и культуры любого народа. Праздник «Живая нить времен» прошел в Центральной районе библиотеки 10 сентября. Навстречу были приглашены учащиеся девятых классов средней школы номер один. Они узнали о том, как возникла идея создания этого праздника. С каждым годом он становится все популярнее. В нашем районе живут представители более 30 народностей. Из них больше всего башкир, татар, русских, удмуртов и морийцев. Ребятам продемонстрировали их национальную одежду и рассказали о ее особенностях. Центральная библиотека и библиотеки района присоединяются к празднику и посвящают Дню национального костюма ряд тематических мероприятий. Это выставки-просмотры, краеведческие часы, исторический экскурс, флешмобы, презентации. Эти мероприятия пройдут онлайн и оффлайн режиме. Это очень интересная тема. Праздник, конечно, очень молодой. Он стал праздноваться только с 2019 года. Но, тем не менее, это очень важно, чтобы наши дети, подрастающие поколения, знали, в каких костюмах наши предки одевались. Что в этих костюмах, что особенного. Фартук, головной убор, допустим, обувь какая, какие украшения носили. Это важно знать, это для истории важно, чтобы сохранить вот эту нашу историю, традиции, быт наших народов. Когда одеваешь национальный костюм, это празднично, это чувствуешь патриотом своей родины, своего народа, допустим. Это очень красиво. Во-первых, там присутствуют украшения, головной убор, фартук. Все эти элементы дают какое-то восхищение, какой-то позитив и празднество. Сотрудники библиотеки подготовили выставку кукол в национальных башкирских костюмах. Наглядно показали различия в одеянии, в зависимости от рода. Кроме того, была организована выставка книг, посвященная традициям и обычаям народа в Башкирии. Мне очень понравилось то, как они рассказали, показали главное. И рассказали о том, что Башкирия разделяется на 7 районов. И у каждого района свой костюм. Главное, они показали это вживую. И можно посмотреть потом, исходить в их музей и все это узнать больше. Для меня это все новое, потому что я сама не башкерка, и я русская. И для меня узнавать другую национальность очень интересно. Это для себя каждый выбирает, знать ему или не знать. Если он интересуется, то почему бы и не узнать. Или просто для интереса узнать, где ты живешь, что, какие национальные платья и все остальное. Когда вам рассказали, мне захотелось узнать еще немного больше. Не важно, какой это национальный костюм. Они сами по себе выглядят очень красиво. И будьте мне возможны, я бы, наверное, одела такой. Показ костюмов сменился музыкальными композициями. Перед участниками встречи предстала культура и самобытность каждого народа. Главное, чтобы каждый из ребят уважал и ценил историю культуры своего народа, отмечают организаторы. Гульнара Ситтикова, Нил Сафин, Служба новостей, Янаульское телевидение. В последнее время одним из наиболее распространенных видов преступления становится мошенничество. Злоумышленники, пользуясь доверчивостью жителей, снимают с электронных счетов миллионы рублей. Зачастую на удочку мошенников янаульцы попадаются во время, казалось бы, обычного телефонного разговора. Звонят на сотовый телефон граждан, представляют сотрудниками СББ, сообщают, что с отчета банковской карты или с отчета мошенники пытаются писать денежное или производить несанкционерное списание денежных средств. Чтобы обезопасить себя от таких случаев, во-первых, сотрудники СББ не звонят гражданам и не интересуются их списанием по счетам, так как не являются в их обязанности. Во-вторых, чтобы обезопасить денежные средства на счетах, необходимо не сообщать банковские карты, номера банковских карт посторонним лицам, смс-сообщение с паролем, где большими буквами написано, что запрашивают только мошенники и никому не сообщать данные сообщения, пароли. Во-вторых, имеется вид мошенничества по авито, сайт авито. На выложенные гражданами объявления приходят смс-сообщения о том, что ваш товар куплен для получения денежных средств, необходимо пройти по ссылке. Пройдя по ссылке, выходит окно, где необходимо указать банковские номера и смс-пароли, которые приходят по смс. И в последующем при введении указанных действий с банковской картой совершается списание денежных средств. Так как каждый вид мошенничества индивидуален и имеет свой подход, при сомнительных операциях убедительной просьбой обратиться в банк и обезопасить свои денежные средства, если при необходимости заблокировать банковские карты. И это, пожалуй, все главные события уходящей недели. Берегите себя. Встретимся сразу после выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Магазин газового оборудования. Большой выбор котлов, радиаторов, водонагревателей, бойлеров и плит. Ждем вас по адресу. Город Янаул, Маяковского, 14-3, территория СХТ. Номер телефона 8-347-65-55-50. 8-347-65-55-50. Они вернулись. Газету «Вариант 52» снова с вами. Весь сентябрь частные текстовые объявления принимаются бесплатно. Ого! Вот это цены! Масло сливочное 500 грамм 199. Колбаса по деревенске 89. А тушенка говяжья 59 рублей. Да! В честь дня рождения находка режет цены пополам. С находкой и корзинка полная, и кошелек. Акция действительная с 14 по 20 сентября. Подробности у консультантов. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Янаульскому телевидению требуются операторы эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402-599-95. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Давай, шеф! На рейсе 10-137 в самолете заложена бомба. По техническим причинам просим всех покинуть самолет через переднюю дверь. Продвигу там телефон. У меня самолет!